Приветствую вас! Ну что же, вы затронули такую сложную для экспертов, очевидно, тему, которая называется «Как повысить собственную значимость». Вот. Очевидно, что тема для вас крайне непростая. Вот, ну для моих коллег она оказалась непростой тоже, потому что дают вам значит, совершенно разные позиции, вот, которые, я полагаю, в общем, ну, не совсем, так, на самом деле. В строгом смысле слова, в строгом смысле слова, вот именно в строгом смысле слова, значимость не определяется самооценкой, вот, абсолютно. Абсолютно. Что есть? Ээээ... Схематинка, конечно, влияет на... на... собственную... ээээ... на собственную значимость. Вот. Но это не определяющий фактор. А определяющий фактор... ээээ... определяющим фактором является ээээ... что... ээээ... насколько соответствует... Ваша деятельность, то, чем вы занимаетесь, эээээээээ... вашим ценностин... ээээ... ценностным ориентиром. Вот это, мне кажется, значит, является ключевым фактором для понимания, значит, своей значимости. О чём, то бишь, я хочу сказать? Чтобы чувствовать, что ты что-то значишь, нужно, чтобы твоя деятельность соответствовала всем твоим внутренним убеждениям, взглядам, системе ценностей и приоритетам. Без этого ничего не будет. При самооценке адекватной, при адекватной, хорошей самооценке, а ваша деятельность, которая не соответствует ценностям, ну, по сути дела, не будет иметь никакого развития, никакой пользы. Именно по той простой причине, что она, что энергия будет, ну, проходить, энергия будет уходить в никуда. Вот. Поэтому, я думаю, что, если у вас заниженная самооценка, то прекрасный способ её повысить, это определить, что бы вы хотели сделать, что вам, значит, что вам интересно, что вам нравится, что вас привлекает, вот, что вы действительно считаете важным для себя, например. И, делать это, заниматься этим, и вот, тогда ваша значимость будет повышаться. Именно для себя. То есть, тут вся тонкость, именно в том, что бы повышать значимость для себя, ориентироваться на себя. Не на других, а на себя. И только так, вы сможете повысить свою значимость. А потому, а потому, сначала, определитесь со своими ценностями. Какие они у вас, ценности, ценности ваши. Что они из себя представляют, эти ценности. И начинаете привносить эти ценности в реальность. В жизнь. И вот, если вы будете это делать, то ваша значимость будет неуклонна расти. И самооценка, при условии, если она у вас страдает, будет развиваться. Для примера, для примера того, о чем я говорю, я приведу следующий эпизод, который, на мой взгляд, очень хорошо и качественно определяет, то, о чем я говорю. Представьте себе, что вы человек, ну, например, коммерческого склада ума. То есть, вы человек, который во главу угла ставит деньги, расчет. Да? Который. 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 Считают. Что. Деньги и расчеты, это самое главное. Мы сейчас не будем говорить о том, насколько это правильно, насколько это верно. Да? Об этом мы говорить не будем. Просто. Представьте себе, что вы такой человек. И представьте себе теперь, что вот будучи таким человеком, что бы, по сути делу, бизнесменом, да, по сути, по сути, по сути бизнесменом, вы работаете в детском саду, например. Да? Возможно, возможно, вы будете получать наслаждение от того, что делаете. Возможно, вы даже найдете навык, ну, применение своим навыкам. Возможно. Но, скорее всего, скорее всего, вы будете чувствовать себя несчастным человеком, потому что вы не на своем месте. И каких бы высот вы не застигли в детском саду, вы все равно будете чувствовать себя незначимым, незначимым человеком, потому что это не ваше место. Дальше. Следующий аспект. Иногда значимость раскрывают через... Через... Отношение к людям. Если хочешь быть значимым, то... То есть, если не хватает нашей мысли, то нужно... К людям относиться, ну... Адек... адекватно. Надо вот... Стараться делать для них что-то. Там... Стараться вырабатывать определенные отношения, какое, говорить не буду. Это отдельная тема. Вот. И здесь тоже важный момент. Здесь тоже важный момент. Представьте себе, что вы, являясь коммерсантом, разговариваете с людьми, которые строго ориентированы на... Допустим, социальную политику. То есть, на пенсионеров, на льготников, на инвалидов, на кого-то еще. И опять же, как бы вы не выкручивались, как бы вы себя не вели, скорее всего, эти люди вас не поймут. Они не оценят ни деловые предложения, когда вы будете предлагать им вкладывать свои деньги... Ну, то есть, вкладывать, да, свои деньги в какое-то предприятие или что-то в этом роде. Ничего этого они не оценят, не смогут оценить. И вы будете вновь чувствовать себя недостаточно значимым человеком. Повысить свою значимость в контексте самооценки, именно в контексте самооценки, можно, как бы это сказать, изнутри. То есть, если, вот, в семье вас убеждали в том, что вы недостаточно значимый человек, если вам, вот, пытались доказать, что, вот, ты ничего не значишь, ты ничтожество, вот, ты ни на что не способен, и так далее, и так далее, и так далее. То здесь, действительно, имеет место быть зависимость, корреляция от, значит, самооценки к значимости. Это так. Но, предположим, что вы поняли, предположим, вы поняли, что в результате работы пришли к тому, что... Все-таки, самооценка у вас все в порядке, да, то есть, она восстанавливается, но значимым, что вы себя по-прежнему чувствовать не будете. Потому что самооценка, это субъективная, а значимость, это, скорее, уже объективная. И объективная, в том числе, для вас. То есть, если свою самооценку вы можете только почувствовать сами, сами, то значимость вы можете увидеть, подрогать, пощупать, ощутить на себе. Смотрите, это уже объективно для вас. Вот так можно ответить на ваш вопрос. Ответ был слишком общим, потому что вопрос был общим, но, надеюсь, этого достаточно. Конечно, интересные аспекты, затрагиваемые моими коллегами, такими как, на что вы опираетесь при оценке значимости, для чего вам повышать свою значимость и так далее. Эти вопросы, конечно, актуальны, но мне не кажется, что они первичны, мне кажется, что они вторичны. Вот. Единственное, что важно, это то, по какой причине, как, вы пришли к этому вопросу. Мне кажется, что вряд ли сами вы могли бы к этому прийти, это не совсем такой клиентский вопрос. Наши деда вы это слышали, с кем-то вы разговаривали, наверное, и вот, как-то вот, к этому вы и пришли. И вот здесь кроется опасность, потому что, оперировать такими не совсем житейскими, не совсем бытовыми терминами, вы можете себе навредить. Поэтому осторожнее. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Открою. Продолжение следует...